Алексей Шаранин Алексей Шаранин Алексей Шаранин Алексей Шаранин Здравствуйте, с вами ведущий первого канала, актер Алексей Шаранин Здравствуйте, Алексей! А точнее, член союза кинематографистов Российской Федерации, телеведущий первого канала, концертный ведущий, поэт, артист эстрады, актер, человек, подаривший нам лайфхак с сосисками на граблях и картоном на морозе и даже, даже Певец с тремя синглами и одним полноценным альбомом 2021 года под названием... Каким бы вы думали? Да, странно, конечно, было бы, если бы в названии фигурировал некто Серега Квадратин, но мы все равно рады его видеть Спасибо, друзья! Ведь само появление Лехи, это всегда праздник! И появляется он, конечно же, много еще где Например, в недавней документалке про художника Филонова в роли самого Филонова, на обложке журнала Креатив Стар седьмого номера, как, конечно же, актер-телеведущий Это вы? Да, это я И зачем-то в клипе исполнительницы Ольги Волконской на песню «Волосатый муженек» на фоне двери за косплеев Ивана Гамаза Не подруга, ты моя и не друг Не подруга? В том же Дмитрию Толобуеве земля вертся, пусть и Леха ее повертит, а мы с вами увидим, как нужно правильно справляться с трудностями своими глазами Вот, например, знаете ли вы, что делать, если ваш телефон разряжен в ноль? Зарядного устройства с вами и ни у кого из близких нет, а важный звонок принять нужно Если на мобильном телефоне села батарейка, а зарядное устройство вы забыли взять с собой, не отчаивайтесь Эээ, ладно Я покажу, как зарядить телефон без зарядки Главное, чтобы на улице была солнечная погода Ну, учитывая, что сейчас на улице поздняя осень, а у кого-то уже зима, и о солнце остается только мечтать А если на улице весна или лето, то солнечных деньков тоже иногда фиг дождешься Зарядник от телефона даже от такого лучше не забывать Тем более, зная лайфхак По которому необходимо извлечь из телефона батарейку, если она у вас, конечно, извлекается, что с современными телефонами не очень-то и актуально Поэтому тупо берем весь телефон и смотрим на него, как на батарейку И кладем ее на любую железную поверхность Сомнительно, но окей Ставим конструкцию под палящим солнцем примерно на 30 минут Чтобы аккумулятор или ваш целиковый телефон как следует нагрелся А с утюгом это можно сделать таки быстрее И произошел взрыв Да, я понимаю, что за 30 минут на металле под солнцем, скорее всего, скорее всего, аккумулятору ничего не будет Ну, кроме обычной деградации, ускоренной порчи Если вы, конечно, не положили его реально на утюг, и он у вас реально взорвется Но литий-ионные аккумуляторы не любят ни излишнюю жару, ни излишний холод, а металлы на солнце Между прочим, могут нагреваться градусов до 40-50, а то и 70, как пишет интернет При условии, что такие аккумуляторы не любят уже даже 30-ти градусную температуру Но нам мало случаев воспламенения аккумуляторов без особых воздействий Серьезно! То электромашины, то электросамокаты, то смартфоны, то кресла всяких блогеров бородатых Но мы, как ни в чем не бывало, устанавливаем батарейку на место, если она у вас не вздулась Включаем телефон, и, скорее всего, уже пропустили важный для вас звонок, потому что телефон все это время был выключен Смотрите, он показывает три деления шкалы заряда Раз, два, три, четыре, пять, шесть Мать честная, Леха Шаранин в 2015 году изобрел от солнца беспроводную зарядку Слава Лехе Шаранину! Слава Лехе! Как вы добрались до утренней передачи на Первом канале? Все шло равномерно, постепенно Обо мне узнали в интернете и пригласили поучаствовать в программе Да, понятное дело, что литий-ионный аккумулятор слегка выдаст кратковременное повышение заряда Из-за воздействия температуры, как и в случае, если батарею поменять или по ней как следует постучать Что вам делать, конечно, не рекомендую Но заряда, дай бог, хватит на минуту-полторы Батарею потом необходимо будет менять И пользоваться подобным способом можно лишь в режиме выживания Когда сделать хоть какой-то звонок, это жизненно необходимо Ну или когда аккумулятор ушел в переразряд и нужно оживить контроллер Но это уже отдельная тема А у нас главное На важный звонок теперь вам точно хватит Который сделаете, скорее всего, вы, а не вам Как и чудо-чистилку для обуви, посоветую Лехе Шаранина Которая чистит обувь тупо бесконтактным способом Да еще и без регистрации СМС Я покажу, как сделать приспособление, которое облегчит процесс чистки обуви Берем доски, пришпандориваем их буквой П Вырезаем кусок от твердого коврика для обуви И также сажаем ее внутрь конструкции на саморезы На изготовление такой конструкции вы потратите минут 15-20 А теперь смотрите, как она экономит время Что? Вот так она экономит время Смотрите про нее у меня в обзоре и не делайте эту хрень дома с экономией в... Минут 5-10-5-го, 4-5-10-5-го утра Все просто! Но если вы все же хотите посмотреть, как же этим пользоваться и как оно по версии Лехи экономит время, пожалуйста Достаточно просто вставить ногу в приспособление и протирать обувь о щетинке коврика И вау! Обувь была грязная и сухая, а стала чистой и блестящей даже сверху При условии, что щетки располагаются только с трех сторон Отличный результат! Ботинки чистые! Как, судя по всему, и наши мозги по версии Первоканала, в которые можно вкачивать абсолютно любой хлам Ну, вы же помните, как согреться на зимней рыбалке? Нет? Я, честно говоря, сам не помню, делал ли я на этот сюжет обзор Но прошло столько долбанного времени, как я на него наткнулся в прошлом впервые Что, увидев этот шедевр недавно снова, тупо не смог пройти мимо Возможно, мой совет покажется смешным Я бы даже сказал, чертовски смешным Но он спас многих путешественников и рыболов, которые часто замерзают на реках Вспомнив этот совет и согревшись смехом? Всегда берите с собой кусок клеенки и свечу Странно, что без картона Закутываемся в клеенку с головой, делаем из нее домик Ставим между ног свечу и поджигаем Теперь, накрывшись клеенкой с горящей свечой, вы не только замерзнете от холода Но еще и задохнетесь углекислым газом при дополнительно выгорающем кислороде за счет горящей свечи Этот совет спас много путешественников и рыболов, которые зимой часто замерзают на реках Теперь они просто нахер задыхаются в пакете Очень быстро вы почувствуете тепло и согреетесь Главное, следите за свечой, чтобы она не подожгла клеенку Правда, настоящие рыболовые путешественники имеют при себе палатки и различные там приспособления для тепла В отличие от Лехи, который сидит посреди водоема в мороз тупо на ведре А некоторые ведущие во главе с Дмитрием Толобоевым делают аж финскую свечу по классической технологии И на рыбалке имеют отличный подготовленный костер и обогрев Но Лехе все ни почем Ауф! Настоящий волк! Слышь, псина, куда ты идешь? Ему и на картонке постоять на снегу, если ноги замерзли И в пакете согреться свечой легко Там, правда, свеча меньше спичного коробка И на полу, с которого поступает свежий воздух в пакет И это еще ветер не успел туда подуть Но это всяко лучше, чем без пакета И без нашей могущественной склейки С помощью которой происходят неизведанные чудеса Вот, к примеру, в доске у нас саморез Выкрутить никак Затупилась бита Выбрасывать насадку рано Сейчас я покажу, как быстро ее наточить Кладем на стол наждачную бумагу Включаем шуруповерт, приложив биту Металл с нее снимается И по итогу Раз! Вот что получилось Насадка стала острой Я... ну... вот... Эээ... здесь это вот мне как назвать? По невооруженным же глазам видно в промежутке трех секунд Что бита была без углубления А в этом кадре уже с... Лех, ну вот серьезно, ну скажи честно А ты зачем металл не в том месте снимал? Ну надо же было затачивать кончик А заточил в шею А это вы еще не испробовали совет с картонкой зимой Ну ничего, зима близко, времени будет Вагон испытания проводить А если серьезно, ведущий либо настолько невнимательный Что решил обмануть зрителей с очевидным отличием в инструменте И не заметил Либо просто решил обмануть, как в других советах до этого Либо они сами просто не смогли воспользоваться своим же советом А снимать сюжет для первого надо Правда спрашивается, зачем тогда вы вообще принимаете заведомо нерабочий совет Если его позиционирование идет в разрез с исполнением И вы не можете это воплотить даже на съемках Мне непонятно И вот, кстати, еще пример У вас прилипшая клейка лента на вспененной основе на стекле Непонятно, правда, как она там оказалась Но не будем задавать лишних вопросов Вам ее надо снять Скоблить ее чем-то металлическим Не вариант, ибо останутся царапины Пластиковые скребки ее якобы не берут Или пластиковой карточки Жидкости у вас растворяющей, конечно же, клей нет Но есть Леха Шаранин, который говорит Ублюдок, мать ты, а ну иди сюда, говно Так, погодите, не та озвучка Да что у меня мыльный завод, что ли, паскуда Да что ж такое-то Не надо, деда! Вот это дело Нам понадобится вентиль для ремонта камер Который вместо пластиковых скребков и растворителей клея В ближайшем хосмагазине у вас, конечно же, есть Но это не точно Фиксируем его в патроне шуруповерта Включаем устройство на низких оборотах И вот так нахрен легко и просто снимаете эту долбаную липкую ленту Ну вы же уже отлепили свою ленту вручную скребком А потом снова ее наклеили для показухи Мол, смотри, как легко и просто отлепилось нашим девайсом без регистрации смс Только немножко в раки добавили, чтобы нам сюжет снять получилось А вы, лохи, купились, как всегда За-за-за-за троллил лалку лолкек Лехин хлеб Остатки клея удаляем растворителем А, так у нас еще и растворитель все это время был Вот и все, поверхность снова чистая Чего не скажешь про вашу совесть Которая без всяческих проблем открывает новые технологии Помогает выжить на морозе на ведре И, конечно, может заточить биту тупо силой мысли Вот бы, блин, еще силой мысли вас подписывать на мой ютуб канал Если вы еще не подписаны, чтобы вы пересмотрели все мои ролики с этими прекрасными советами и телемагазинами Ну и по ссылке в описании мой телеграм-канал, чтобы не потеряться И у нас там вообще в целом наш маленький комьюнити А я вас обожаю С вами, как всегда, был Джеймс Алоун Увидимся Всем хочу пожелать самое главное Друзья, почаще улыбайтесь Ведь улыбка это и есть ключ к успеху Который просто заточи наждачкой и получишь сраную жопу Говно собачь